Звучит прекрасный гимн, самый свободный, великой мировой державы. Это Рома Лерии, и сегодня, почему же Мэдисон с 99.9% вероятностью уедет в США? Потому что мы никогда не можем на 100% быть уверены в решении человека. И первонаперво я должен, конечно же, сказать в этом видео, что я лично не знаком с Ильей, я лично не общался с ним. И все, что я скажу в этом видео, это мое личное мнение, которое основано только на том, что он делает публично. Это его прямые эфиры, телеграм-канал и какие-то там, может быть, видеоролики, которые он публикует. То есть это основано только на этой информации. Никаких источников, инсайдеров или личных моих знаний о том, что он делает от него самого. Этого ничего тут нет. Первонаперво я должен был это обознать, чтобы и вы, и сам Илья, если вдруг это видео увидит, понимали, откуда я делаю эти выводы, чисто вот на этой основе. А теперь мы можем спокойно перечислить и обсудить шесть, по моему мнению, причин, которые говорят о том, что с 99.9% вероятностью он уедет в США, как неоднократно говорил в своих стримах. Обе гонки в Америке проходят в данный момент не даром. Это самая великая страна в истории всех стран. Первая причина. Он начал изучать дома. Да, кто-то скажет, ну, это было на стримах, это было скорее в шутливой форме, и он скорее, ну, знаете так, ну, просто развлекал зрителей. Я тоже так подумал сначала, но со временем, когда ты понимаешь, что он, в принципе, присматривает, что он выбрал определенный ценник, определенный ценник подразумевает то, что человек, скорее всего, в голове действительно держит эту сумму, либо пытаясь ее заработать, либо уже имея, это говорит о большей серьезности намерений, чем просто, ну, развлечь кого-то там из своих зрителей таким вот образом, чтобы смотреть, и давайте вместе с вами поразвлекаемся так. Вторая причина. Визовый агент. Он на стримах своих неоднократно говорил, что у него был сотрудник, что и есть, скорее всего, то есть я точно, опять же, говорю вам, только как на стримах. То есть человек, который помогает с визой, с переездом на постоянной основе в США. И этот человек ему объяснил некоторые моменты, он поделился там подробностями определенными, например, то, что для лично него лучший переезд будет по визе талантов, то есть некий особенный гражданин, который, ну, выдающиеся какие-то достижения имеет в своей области. И, собственно, плавно из этого мы можем сделать вывод по третьей причине, но даже если возвращаясь ко второй, мы прямо видим серьезность то, что он обсуждает, то, что у него есть такой сотрудник, что он с ним общался, что он, в принципе, задумывается обсуждать, какие варианты для него реалистичны. Не просто, знаете, на удачу или там, а вдруг повезет, а именно реалистичны. То есть он неоднократно говорил, что не хочет нелегально заезжать в США, хочет легально, со всеми правами, возможностями и особенностями, ну, которые присущи человеку с ВНЖ хотя бы. Теперь третья причина. Награды ради визы. Мы сейчас говорим о тех премиях, которые он получил как лучший стример десятилетия, лучший стример пивовар или что-то такое. Ну, то есть само название наград не играет особой роли. И суть в том, что, ну, по моему субъективному мнению, эти награды сделаны как раз для того, чтобы Илья мог получить и оформить визу талантов. Это, кстати, не секрет, в принципе, в его комментариях там в Телеграм-канале и на видеороликах на Ютубе сотни, наверное, людей то же самое примерно пишут. Просто, ну, я вам прямо скажу, что я согласен с их мнением. Да, это очевидно выглядит так. Ну, вот визуально это выглядит так, что эти награды сделаны именно для получения визы по визе талантов для переезда в США. И это еще раз говорит о том, что это серьезная вещь. Ну, сам переезд, он, скорее всего, действительно запланирован. Потому что, чтобы сделать эти награды, нужно было договориться с определенными людьми. Да, он их знает, у него есть контакты, то есть это не то, что случайные люди. И, но даже с ними, скорее всего, нужно было как-то договориться, по какому, каким-то образом убедить их совершить это. То есть это не обязательно финансовый вопрос, это вопрос, допустим, эфиров на определенном ресурсе, если говорить про Touch Good Game. Или вопрос определенных каких-то там процентов в плане отчислений из продажи твоего мерча или пива или еще чего. Ну, в общем, понимаете, как бы идею. Я думаю, даже, может быть, еще будет третья какая-то награда, которая, ну, просто чтобы она была не так одновременно, короче, были эти награды. Потому что, ну, это совсем будет визуально выглядеть странно, когда человек награждают практически одно момент, а потом он направляет это все туда и там смотрят. Ну, типа, награда тогда-то, тогда-то, тогда-то. Как бы герой Рунета когда-то там, вот, хорошее подспорье, и еще какие-то, вот, может быть, будут, не знаю, осенью или даже зимой еще сделаны такие же мероприятия. Ну, просто чтобы это выглядело более реалистично, менее, как сказать, не так палевно. Вот, если так совсем по-просторечному. Четвертая причина. Свадьба. Да, кто-то скажет, ну, это вообще никак не связано, и почему это вообще связано? На мой взгляд, это связано. Это подчеркивает серьезность Ильи как человека, серьезность его жизненного пути. Это подчеркивает то, что он готов на серьезные поступки. Он уверен в своем партнере, партнерши. Ну, в данном смысле, как бы, неважно какой род, ну, вы понимаете, о чем я. И это подчеркивает также то, что он намерен, именно если все-таки и будет серьезный, а переезд это очень серьезное решение, оно подразумевает переезд с семьей. Как бы, даже два человека — это семья. Правильно? Да. Соответственно, это подразумевает, что он, ну, готов к серьезной семейной жизни не только в России, но и где-то еще, скорее всего, в США, как он неоднократно говорил. Опять же, до этого он уже об этом говорил, но тогда это все было неофициально, а сейчас мы можем абсолютно точно, ну, ну, опять же, на 99% говорить, что да, это произошло, это было все совершенно официально, и совершенно официально все документы, соответственно, которые в дальнейшем могут быть использованы для оформления вида на жительство, в том числе в той же США, и для получения визы. Пятая причина. Регулярные стримы. Не заметили, как Илья стал часто, регулярно и достаточно много стримить? Если раньше он мог слиться и не стримить, то сейчас он делает это регулярно. Summer Game Fest, каждая конференция разбирается с переводом, человек серьезно подходит к своему делу, не без своего юмора, проходит готики, там, все три части, некоторые стримы длились, там, сколько, 10 с лишним часов, просто для того, чтобы забить поскорее игру. Ну, и почему же вы, ну, вот, может кто-то подумать, а почему это причина, по моему мнению? Ну, потому что, что позволяет ему, для него регулярные стримы? Это позволяет получать очень много донатов от зрителей. Очень много. Ну, то есть, чем дольше стрим, тем больше донатов. Ну, чисто математически это так. И чем чаще стримы, тем больше, соответственно, тоже донат. Вот, на мой взгляд, ну, на мой субъективный взгляд, потому что я могу видеть, он делает их регулярно, много и часто, как раз для того, чтобы собрать побольше денег для своего переезда, для покупки жилья, для, не знаю, аренды или еще чего, для каких-то еще моментов, связанных с переездом. В любом случае, деньги ему нужны. И, ну, это нормально, потому что дело стримера — стримить, что он и делает. Поэтому я абсолютно считаю, это логично, и это действие в любом случае оправдано, если человек хочет, ну, если человек зарабатывает, если он профессионал в своем деле, а профессионал тот, кто зарабатывает на своем, ну, вот, на своем труде, на своем, это не хобби уже. И если у него это получается, то почему бы ему это не делать? И шестая причина, она не совсем прямая, но мне кажется, она подтверждает тоже то, что Мэдисон готов и, ну, в голове держит возможность уехать в США. Это его отъезд в Сербию в прошлом, то есть в 2022 году. Почему? Сам факт того, что человек смог уехать в другую страну очень быстро и, в принципе, особо никак не предпринимая каких-то серьезных действий, говорит о том, что да, может быть, он поспешил со своим решением, но то, что он был готов принять такое решение, говорит о многом. То есть этот человек, который готов все-таки в какой-то ситуации для себя сделать такое решение, сделать такой выбор и уехать. Это говорит о том, что все-таки в перспективе Мэдисон как раз мог из опыта жизни тогда небольшого времени промежутка, мы даже точно не знаем, сколько это был месяц, два или больше, или, может быть, вдруг меньше в Сербии. Но в любом случае из этого опыта жизни в другой стране он сделал наверняка для себя выводы, которые, ну, позволят ему сейчас минимизировать риск вот той же ошибки, когда он уедет в США, если он все-таки это собирается делать. Потому что, ну, он, я думаю, понял в случае с арендой и так далее, что нужно подготовиться, для постоянной жизни нужно выбрать место, которое тебе понравится, нужно все официально оформить, потому что виза на 30 там дней, ну, допустим, окей, в Сербии можно 90 дней, кажется, находиться непрерывно без визы даже. В США так нельзя, конечно. Но вот даже в целом вся эта ситуация показывает, что нужно думать о том, ну, как дальше жить, и наверняка он извлек уроки из этих действий, он понял для себя, как нужно делать, чтобы это было максимально правильно, максимально удобно для него, и чтобы он остался доволен, и ему действительно хотелось не просто, ну, находиться в другой стране, в другом доме, но и чтобы он стал для него по-настоящему родным. Это очень сложно, это очень сложный процесс, очень непросто любому человеку, а Илье, который все-таки сделал такой шаг и вернулся, особенно. Но я думаю, вот в данной ситуации, в данном случае, он действительно готовится, и он будет готов, и, повторюсь, с 99.9% вероятностью он уедет в США в относительно ближайшее время. Относительно ближайшее – это может быть пара месяцев, но, скорее всего, на мой взгляд, это полгода-год минимум. То есть ближайшее время – это минимум полгода-год. Эта моя оценка основана только на том, что я вижу, никаких внутренних данных у меня нет. И на этом все. Благодарю вас всех за внимание. У микрофона был Ром Валери. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии для алгоритмов, обсудим, согласны ли вы со мной, или, может быть, считаете, что на самом деле это все игра на публику, и никаких таких планов у Ильи на самом деле нет. Жмякайте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых ежедневных видео, между прочим, ежедневных. Всего вам хорошего, и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»